ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти АвтоВАЗ собирается запустить серийное производство двух новых моделей Это может произойти в 2024-2025 годах Во-первых, речь идёт о кроссовере на базе Влада Веста Во-вторых, будет положено начало новому семейству сегмента B Ориентировочно имеется в виду второе поколение Лад Гранта В основу которого ляжет иностранная платформа Весной следующего года в Тольятти должен начаться выпуск обновлённой Лады Весты с приставкой NG ТРАССА 101 Серийный выпуск компактного отечественного электрического кроссовера КАМА О котором стало известно около двух лет назад Планируется наладить в 2024 году В 2023-м должны стартовать полноценные испытания Когда электрокар презентовали, сообщалось, что он будет стоить порядка одного миллиона рублей Правда, сейчас это уже не та КАМА Например, длина машины увеличилась на один метр почти до четырёх с половиной метров Мощность двигателя выросла со 109 до 150 лошадей А запас хода с 250 до 450 километров ТРАССА 101 Автовладелец дошёл до Верховного суда Пытаясь призвать к ответу организацию, которая занимается содержанием дороги Россиянин ещё зимой 2019 года попал в серьёзное ДТП Из-за огромной ямы на трассе ГИБДД и нижестоящие суды заявили Сам виноват, надо было выбирать скорость движения Исходя из конкретных дорожных условий Верховный суд, может, и поддержал бы эту точку зрения Если не одно «но» Размеры ямы намного больше тех, что предусмотрены ГОСТом Да-да, в России даже ГОСТ на ямы имеется В итоге дело направлено на повторное рассмотрение ТРАССА 101 Субару XV нового поколения получил другое название Кросстрек Продажи кроссовера в Японии начнутся в следующем году Автомобиль изменился за счёт иной оптики, бамперов, решётки радиатора Подвеску модернизировали, улучшив характеристики амортизаторов Что касается силового агрегата, то это будет симбиоз двухлитрового бензинового мотора и электродвигателя Трансмиссия, вариатор, привод полный Добавлю официально, Субару продолжает продавать в России текущее поколение XV Стартовый заводской ценник 3 миллиона 809 тысяч рублей ТРАССА 101 А в книге рекордов Гиннеса появилась ещё одна запись, связанная с автомобилями Американец Скотт Бернер на «Шевроле Корвет» разогнался задним ходом до 87 километров в час Расстояние в одну милю, чуть более 1600 метров, гонщик преодолел за одну минуту и 15 секунд Стоит учесть, что спорткар оборудован механической коробкой передач Корвет с автоматической трансмиссией в режиме реверс смог развить скорость только 64 километра в час На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания ТРАССА 101